Вот немецкий жетон, времен Сформировой войны, стандартный немецкий жетон, тут выбивалось имя, фамилия, группа крови. Совсем другие были советские медальоны, они были вот такие вот бакелитовые коробочки, то есть сейчас пластик так называемый. Раньше он был бакелитом, то есть так скручивалась крышка, сюда оставляла записка, там было год, дата рождения, месяц, место проживания, фамилия, имя, полк. Жалко, тут имя не удалось установить. Подковки немецких солдат, тоже надены на территории шталага 352. Но они набивались на обувь, чтобы она не так сильно стиралась. Именно когда-то они идут, у них подошвы стучат, потому что у них еще были шипы на сапогах, а спереди еще одна была такая набивка. Началось это все, может, лет 8 назад. Вшел в центре города, увидел кусок керамики, заинтересовался, что это такое, типа, ну и начал собирать керамику, потом уже начал ездить на всякие рынки, там, сходы коллекционеров, и вот так вот началось мое хобби. И потом уже год назад где-то в реконструкторство ушел, там, Первая мировая, Вторая мировая. Ну, Вторая мировая война, наверное, интересует год 41-42, ну, потому что тут у нас проходили тяжелые бои. Минск обороняли за славой. Братец еще воевал, там, поэтому меня так заинтересовала эта тема. В Брестской крепости две недели оборонял ее. Был лейтенантом, много историй рассказывал. Это было года три назад, узнал, что тут был шталаг и заинтересовался этой темой. Это фотографии шталага 3052 в разные периоды, то есть с 41 по 44 год существования его. Просто так чисто для себя, может, чтобы пройти по шталагу, посмотреть на них так вживую. Я туда прихожу, могу экскурсию спокойно провести. Раскопки на мастяку очень начались по сообщению, информацию. Вот этого человека, пополковник запаса Сергей Олейников. Когда он служил в 80-х годах, они возводили на автопарк воинской части и вот этот вот бокс. И когда фундамент укладывали, наткнулись на останки. За моей спиной ведут поисковые работы военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона вооруженных сфер Республики Беларусь. Пла за пластом снимают землю, ищут, какие тайны скрывают то место, где находился лагерь для военнопленных «Шталаг-352». Конкретно вот эту яму мы обнаружили, опираясь на исторические документы. В довоенный период здесь добывали глину, и был также стрелковый тир кавалерийской дивизии. Здесь производились захоронения погибших от изнурительного труда, физических экзекуций, голода и болезней. Фрагменты гильз, сквозные ранения головы на данных костных останках отсутствуют. Кажется, там какая-то находка. Это похоже на посмертный медальон. Капсула солдатского медальона, так называемый «смертник» или сокращенно «ЛОС» – личный опознавательный знак военнослужащего Красной Армии. Хоронили тут у солдат на галифе кармашек. Такой был так называемый кармашек для часов. Либо в нагрудных карманах гимнастерки. При эксгумации бойцов первоочередное внимание уделяется на тазовые кости, либо грудная клетка. Потому что медальон может быть либо там, либо там. Но были случаи, что находили медальоны и в обмотках. В этом пенале, в этой капсуле, находится вкладыш бумажный, в котором военнослужащий Красной Армии должен был заполнить свои биографические данные и указать фамилиями отчества свое, воинское звание, год рождения, а также фио родных и адрес, кому надо будет сообщить в случае его гибели. Не зря назвали «смертником», потому что использовался этот медальон, эту капсулу обычно после смерти военнослужащего. Медальон, который у вас на глазах был поднят, вот извлечен из него вкладыш. Состояние у него уже блидкое к ветхому. Видно, что верхняя часть, боец завернул группу крови внутрь, а сверху были данные его фамилии. Вот верхняя часть, которая соприкасалась с корпусом капсулы, она претерпела повреждения, но удалось аккуратно с наименьшими потерями извлечь этот вкладыш из капсулы. Немножко мы его подреконструировали, и вот теперь вкладыш как бы пригодит для работы. Но, к сожалению, вот мы видим, что рукописных записей на нем не видно ни... Это значит, их не было или они размылись? Скорее всего, просто смыто. Скорее всего, в данном случае были заполнены чернилами на растительной основе, которые со временем смываются практически в ноль. Есть вкладыши, которые надо скрадывать, потому как конструктор, как пазлов. День работаешь с одной частью вкладыша, день с другой. Бывает, что и неделю. В зависимости от того, где как сохранились эти записи. Нам удается извлечь, но извлекается он фрагментарно, кусочки. И потом, когда все это дело аккуратно высушено, выровнено, начинается работа по сборке в одно целое вот этих кусочков. Надо каждому кусочку найти свое место, как оно было, сложить, как бы наклеить. И уже потом, когда собралась картинка, начинать с ним работать. В этом доме за моей спиной жил Иван Карпович. В марте 40-го года его призвали в армию. Ушел, служил, а потом началась война. В семье не знали, что стало с ним. Колпачок снят, и вот записка. Вот она сама. Фамилия, имя было оборвано. А вот по адресу Севик Карпович. Для них его судьба была загадкой. Ушел на войну, как будто призвали, и все, и больше никаких сведений. И вот наш звонок для них был, как снег на голову. Он же считался без вести пропавшим. Очень долго ждали, но он не пришел, и так поняли, что его уже нет в живых. Их вообще в семье было шестеро. Два брата и три сестры. Он был старшим братом, так как Арсений пошел в партизаны. Значит, их всех расстреляли в партизанскую семью. Только спаслась одна моя бабушка. Они убежали через окошко, и их не нашли. Стреляли по кустам, но они спаслись из-за того, что убежали. Я вообще была, конечно, удивлена, что через столько лет такое вот произошло. Мы хотя бы знаем, где он сейчас упокоен, и будем навещать могилу, потому что он родной нам человек. Таких домов, как этот, в котором жил Иван Карпович, по всему Советскому Союзу сотни и сотни тысяч. Теперь, когда извлекаются останки и восстанавливаются сведения о погибших в шталаге 352, становится известно, что жили они по всему Советскому Союзу. Иван Кривда, Киевская область. Агван Симонян, Армянский СССР. Мула Махмутов, Татарский СССР. Россияне, украинцы, казахи, белорусы, грузины. Вот были сейчас четыре человека. За один поисковый день было найдено пять медальонов, и по этим пяти медальонам удалось установить имена четырех бойцов, и все они были уроженцами Татарстана. То есть, видимо, держались вместе какой-то группой компактной в этих бараках. Зимой, либо осенью умерли, и их так всех вместе и похоронили. Эти останки, которые находят, их аккуратно складывают и привозят к нам на хранение вместе к крематоре. Они хранятся в специальной комнате, когда уже будут закончены работы по поиску всех военнослужащиков. После этого они будут своими почестями перезахоронены на мемориальном комплексе Масюковщины. 10 мая этого года, после праздника Победы, организовали перезахоронение вместе с администрацией Фрынского района останки этих военнослужащих. Все найденные в Беларуси бойцы, в основной своей массе пропавшие без вести. То есть это люди, которых вот война вычеркнула из истории, и время пыталось вычеркнуть из памяти, но тем не менее нам удается возвращать эту память, возвращать бойцов с фронта домой, их родным. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Гитлеровцы нанесли два мощных удара из районов Бреста и Сувалок. Прорвали оборону и устремились на восток. Советские войска застегнуты врасплох. Нет связи. Авиация практически уничтожена на своих аэродромах. 28 июня 1941 года Минск оккупирован. По данным немецкого командования, взято в плен 324 тысячи советских солдат и офицеров. Урочище Дрозды под Минском. Голое поле, берег реки. Именно здесь начинается одна из самых трагических страниц в истории геноцида белорусского советского народа. История основного или с немецкого штамм лагеря для военнопленных. Сейчас более известного как Шталак-352. Это фотография Минска с высоты птичьего полета, сделанная немецкой разведкой. На снимке известны сегодня большинство белорусов объекты. Дом правительства. Нынешний проспект независимости. Площадь Победы. Оперный театр. Комсомольское озеро. Урочище Дрозды. То место, с которого мы начнем рассказ о тех страшных событиях. На следующий день после оккупации Минска сюда сгоняют первые тысячи минчан призывного возраста. Это от 15 до 60 лет. Здесь же обустраивают лагерь для военнопленных. На большой территории сосредоточено огромное количество людей. Всего более 130 тысяч человек. Четверть из них гражданские. Здесь же оккупанты обустраивают сборно-пересылочный армейский пункт. Дулаги и шталаги – кадровые немецкие части. Дулаги – пересыльное лагеря. Они принимали пленных вблизи линии фронта и сортировали для отправки в стационарное лагеря – шталаги. Условия содержания изначально невыносимые. Нет еды, палящее солнце, идут дожди. Люди спят прямо на голой земле. Из книги «Еще о войне» бывшего военнопленного шталаг 352 Бориса Попова. В первые дни пребывания бросали на землю ящики с макаронами. На другой день – селедку. Получить что-либо не удавалось. Уж очень было много желающих. Большая часть сброшенных на землю продуктов затаптывалась ногами пленных. На третий день сбросили вяленую воблу. Немцы поняли, что примененный способ обеспечения пищей ничего не дает и отказались от него. В последующие дни вообще ничего не выдавали. Гражданских от военнопленных красноармейцев отделяют только веревки. Вооруженная охрана стреляет без предупреждения по-любому, кто пытается преодолеть эти веревочные границы. Немного в стороне от урочища на этом самом месте оккупанты обустраивают одно из первых мест массового геноцида на белорусской земле. В траншеи, ее вырыли под водопровод незадолго до войны, расстреливают узников лагеря. Первыми тех, кого гитлеровцы считают расово неполноценными или идейными врагами. Коммунисты, комиссары, евреи и просто лишние. Из воспоминаний партизана Михаила Гречаника Четырнадцатая ночь Темно и холодно Вдруг на другой стороне речки слышим беспрерывную стрельбу. Спрашиваем у военнопленных. Они говорят, там немцы расстреливают политруков и командиров. Стреляли почти целую ночь. Семнадцатый день К десяти часам утра приехала машина с переводчиком и объявляет, что все евреи, инженеры, врачи, техники, бухгалтеры, учителя, вся интеллигенция должны записаться. Из лагеря их освободят и отправят на работу. Их было три тысячи. Потом народ узнал, что эту интеллигенцию расстреляли. В этой братской могиле покоится более десяти тысяч человек. Еще около двух тысяч. Это те, кто умер от жажды, голода и болезней за время существования под открытым небом в лагере Дрозды. ДУЛАГ-127 рассортировал узников-дроздов. Меньшую часть пленных красноармейцев перевели в ДУЛАГ-126 в пушкинских казармах и на территории бывшей сельскохозяйственной выставки. Большинство отправили в ДУЛАГ-130 в военном городке в деревне Масюковщина. В августе 1941-го военнопленных обоих ДУЛАГов принял единый Шталаг-352. Около семи тысяч военнопленных из Дроздов оказались в городской части лагеря. Долгое время ею считался военный городок Пушкинские казармы. Его возвели еще в конце 1930-х годов на пересечении современных улиц Калинина и Якуба Колоса. Две кирпичные казармы, деревянные склады и бараки. Из автобиографического романа «Пропавшая без вести» известного советского писателя Степана Злобина. Лазарет занимал два трехэтажных казарменных корпуса за особой проволокой, которая отделяла его от рабочего лагеря. Целыми днями санитары мимо рабочих бараков носили из лазарета трупы на кладбище. «Понимаешь, — рассказывал один санитар, — пришли мы с утра в мертвецкую. Лежат восемь. Взяли двух на носилке, снесли на кладбище. Возвращаемся в восемь опять. Берем снова двух, отнесли. Приходим назад, а в мертвецкой девять. Аж уши зашевелились от страха. Сплю ночами и вижу во сне от них мертвецов и носилки. Мертвецов и носилки». В апреле 2023 года, благодаря исследованиям врача Брасловской центральной районной больницы Александра Шведа, стали известны имена 25 военнопленных, перезахороненных в братской могиле на территории воинской части у здания бывшего лазарета Пушкинских казарм. Там лежат останки еще почти 500 безымянных. Александр Швед вернул имена 868 военнопленным, захороненным на мемориальном комплексе Масюковщина. В августе 1941 года один из главных нацистских преступников, рейхфюрер Генрих Гиммлер, посетил Минск. Его визит был запечатлен на кинопленку. Одним из мест, которые он посетил, стал ДУЛАК-126 в Пушкинских казармах. Сегодня об этом можно говорить с уверенностью. В дневнике Вернера Гротмана и его адъютанта за 15 августа 1941 года сделана запись о посещении Гиммлером транзитного лагеря военнопленных ДУЛАГа. На немецком плане Минска за июль 1941 года Пушкинские казармы по Лагойскому тракту, куда перевели военнопленных из лагеря Дрозды, обозначены как объект номер 42 – ДУЛАГ. В кинохронике здания Пушкинских казарм по Лагойскому тракту хорошо видны на заднем фоне. Эти воины, которые смело глядят в глаза высшему руководству нацистской Германии, вскоре станут военнопленными печально известного лагеря Шталаг-352. Но городская часть Шталага-352 на самом деле была куда больше. Военнопленных также разместили в уцелевших зданиях бывшей первой всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставки. Ныне эта территория в границах проспекта Независимости, улиц Калинина и Кузьма Черного, бульвара Толбухина. В недостроенном доме по проспекту Независимости номер 93 оборудовали лагерную санчасть «Ревир». Вместе с пушкинскими казармами это и была единая городская часть. Городская часть Шталага номер 352 называлась «Рульбан», что переводится с немецкого как «военная автодорога». Одной из главных задач этого лагеря было обеспечение бесперебойной работы трассы «Минск-Москва». Каждый день военнопленных уводили чинить разбитую колесами и гусеницами грунтовку на Борисов, а зимой чистить ее от снега. Шталаг 352, как спрут, опутал своими щупальцами не только Минск, но и всю Беларусь. Его филиалы, а их было 23, находились на многих предприятиях города. Например, на авиазаводе, мясокомбинате, хлебозаводе. Более 80 вспомогательных лагерей обслуживали железные дороги по всей Беларуси. Минск, Колодище, Михановичи, Сеча, Рудинск, Дричин, Пуховичи, Талька, Верейцы, Осиповичи, Смолевичи, Жодино, Фаниполь, Койденова, Негорелое. Здесь, в тени парка Челюскинцев, в 41-й братской могиле захоронено более 10 тысяч советских военнопленных. Они умерли в санчасти Рольбан, это нынешний проспект независимости. Еще около 10 тысяч военнопленных из лагеря Шталаг-352 захоронено на нынешнем бульваре Толбухина. Цифры, безусловно, приблизительные. Гитлеровцы сознательно не ведут учет жертв геноцида. Поэтому здесь покоятся наши, безымянные. 17 июля 1941 года дрозды опустили. Военнопленных выстроили в колонну и по нынешней улице Богдановича погнали в Масюковщину. Они еще не знали, что попадут в настоящий ад. Немногие выживут. 17 июля нам выдали впервые по 200 грамм хлеба и повели колонны через город по улице на новое место базирования лагеря. Колонну сопровождали охранники с автоматами и велосипедами, на багажнике которых привязаны тяжелые ранцы. Следить за пленными и везти рядом груженый велосипед было весьма неудобно, и сопровождавший нас рядом немец выбирал из колонны пленного, поручал ему везти велосипед. Мне показалось, что предпочитал он кавказцев, которые, как правило, с велосипедом вели себя неумело. Он постоянно у них падал на землю. Охранника это удивляло. Он злился и ругал пленных, а иногда и избивал. Но очередь дошла и до меня. Недолго думая, я сел на него и поехал рядом. Как ни странно, немцу это понравилось. Мало кто даже из столичных историков и краеведов знает, что именно здесь, на улице Лынькова, возле современной станции электричек Масюковщина, располагалась так называемая лесная часть шталага 352. Центральные ворота, через которые узники попадали на территорию концлагеря, располагались примерно в этом месте. Для десятков тысяч военнопленных это был путь в одну сторону – дорога смерти. Здесь их встречала вооруженная охрана с овчарками, а провожал чаще всего скриптачек, на которых вывозили тела замученных и казненных. Из воспоминаний бывшего военнопленного Василия Петровича Балака «Мы были очень слабы и ежедневно гибли сотнями. К тому же заставляли нас выполнять тяжелые работы. Кто не мог их выполнять, того пристреливали на месте. Иногда один раз в день за проволочные ограждения бросали мерзлую гнилую картошку или брюку. Голодные люди бросались за ними, а часовые расстреливали из автоматов». Лазарет из пушкинских казарм перевели в Масюковщину 1 октября 1942 года. Оставшихся в городском лагере Рольбан военнопленных перевели туда же летом 43-го. Пленных регистрировали, выстраивали соответственно начальным буквам их фамилии, а потом допрашивали. Их расселяли в лагере в зависимости от воинского звания и национальной принадлежности. Это выяснил в процессе работы над архивными материалами историк, соавтор экскурсии «Пленная правда. История шталага-352» в Масюковщине Дмитрий Морозов. По национальному признаку размещались военнопленные. Выходцев из Азиатских республик в отдельные бараки. Выходцев из России и Беларуси направляли в одинаковые бараки, то есть не делили. Украинцев в отдельный барак направляли. Евреев также в отдельный барак. И вот как раз-таки он обычно не предвещал долгого нахождения в лагере, поскольку расстрел, наверное, был одним из самых простых вариантов для попавшего в плен, особенно для попавшего в плен еврея. Или комиссара. Комиссаров тоже не держали долго, они подлежали максимально быстрой показательной экзекуции. Различные зоны лагеря огородили колючей проволокой. По всему периметру и в ключевых точках наблюдательные вышки с прожекторами и пулеметами. Прожектора крепили и к высоким деревьям. Проезды и проходы внутри лагеря именовали улицами. Фашисты называли их со злой иронией. Улица Стрелков, которая вела к месту расстрелов и новый путь к лагерному кладбищу. Всякое было. Иногда кричали, иногда стреляли. Расстрелили, брали какие-то группы этих военнопленных. Я знаю, это было как-то и в конце 41-го года. Говорили, что расстреливали командиров евреев. Ну, стрельба была, крики. Я помню, тогда было как раз утром. Большой туман, а у туман голос хорошо раздается. И слышно было, как они кричали. А потом стрельба и тишина после стрельбы. Уже некому было кричать. Виктор Матвеевич Павлов, житель тогдашней деревни Масюковщина, живой свидетель событий Великой Отечественной войны. 11-летний парень жил в доме, что в меньше километра от Шталага. Слышал то, что происходило там. Но истребление в лагере было и безо всякого оружия. Попавших в плен солдат и офицеров морили голодом, холодом, болезнями и изнурительным трудом. Касательно организации питания, то рацион, опять же, был рассчитан на то, чтобы минимально поддерживать силы в человеке. Для того, чтобы он дотянул как-то до следующей порции. Это пол-литра баланды на человека и 80 грамм розац хлеба. То есть это хлеб из негодной муки в перемешку с опилками. То, что невозможно было потреблять в пищу. В принципе, использовалось как ежедневный рацион военнопленных. Все, что двигалось в лагере, съели в августе-сентябре 41-го года. Зелени тоже, по воспоминаниям военнопленных, не осталось. То есть такое количество человек, конечно, все, что можно было использовать в пищу, использовали. Единственным спасением было попасть на работы в город. Собственно, например, Борис Попов, последний из выживших узников 352-го шталага, он как раз оставил воспоминания о том, как было организовано питание в лагере, которое довело его практически до голодной смерти. И только с счастливой случай помог ему. Лагерь располагался под минскому деревню Масюковщина. Кормили прежним способом и всего один раз в день. Однажды повезло. Проходя мимо ванны, из которой наливали кружку баланды, встретил охранника, доверившего мне свой велосипед. Он узнал меня, вывел из общей очереди и поставил переносить кружки. В этот день я наелся баланды досыта. Через несколько дней появились признаки постоянного голодания, слабость и головокружение. Мысль, что долго не протянуя, с головы не уходила. Решил, что надо что-то предпринять, пока есть силы. Не помню как, но мне удалось миновать часового, стоявшего на воротах, отделявших общий лагерь с десятками тысяч голодных, от конюшен, в которых жили работавшие ежедневно где-то за пределами проволочного ограждения, более удачливые коллеги по плену. Они питались значительно лучше, выглядели чище и были, как говорится, в теле. Борису Попову везло, и это помогло ему выжить. Он единственный официально признанный участник Великой Отечественной войны в Беларуси, кто прошел плен и получил статус ветерана. В шталаге 352 побывал и русский советский писатель, педагог Степан Злобин. В окружении под Вязьмой он попал в немецкий плен и оказался в Минске. Работал в бараке для осыпно-тифозных лазарета в пушкинских казармах. Там он выпустил единственную подпольную газету шталага «Пленная правда». Тираж – всего три экземпляра, один из которых хранится в Музее Великой Отечественной войны в Минске. Еще одним известным узником шталага 352 был Александр Печерский. Он побывал в нем транзитом, попал в карцер, выжил, позже оказался в лагере смерти Собибор. Там организовал и осуществил одно из самых успешных восстаний заключенных. Из шталага бежали, причем не раз. До сих пор сохранилось здание гаража, откуда 30 июня 1943-го случился самый крупный и самый успешный побег. Бежали 15 человек на двух броневиках БА-20. Их тайно отремонтировали, а потом в обеденное время завели. И на всех парах. Через лагерь. Из воспоминаний бывшего военнопленного Василия Зыкова. Мы, военнопленные, работавшие в гараже, должны были эти броневики восстановить. Восстанавливая их, мы вынашивали план побега из лагеря и стали к нему готовиться. План побега долго и тщательно подготавливался и, наконец, был закончен. Маршрут. Выезд через западные ворота до возвращения повозок с дровами из леса. Далее на запад. Тарасово. Старое село. В лагерь проникли слухи, что в этом районе много партизан и хорошие леса. Западные ворота были выбраны еще и потому, что охрана лагеря привыкла к выходу броневиков из этих ворот. 13 из 15 беглецов успешно добрались до партизан, в том числе Самзыков. Это самый дерзкий побег из шталага 352 за все время его существования. Преступление, в том числе совершенное немецкими оккупантами на территории шталага 352, предмет изучения глобального уголовного дела о геноциде белорусского народа, возбужденного Генеральной прокуратурой Беларуси в апреле 2021 года. Самое страшное время – это была зима 1941-1942 года. Погибло в этот период более 50 тысяч человек. Это люди, которые были замучены голодом, холодом, которые умирали от истощения, тифа, болезней, содержались в нечеловеческих условиях. Люди расстреливались за каждую провинность. Неправильно посмотрел на коменданта, неправильно посмотрел на полицая. Полицай мог выстрелить без предупреждения. Одним из самых ярых полицая шталага – это был Хайбари Хлип. Он был очень жестоким. Его любимой формой пытки было подвешивание провинившихся за металлический крюк за подбородок, чтобы человек умирал долго и мучительно. Коменданты, надзиратели устраивали соревнования, чья собака овчарка быстрее загрызет военнопленного. Происходили отстрелы, расстрелы просто подвижущимся мишенем. И это все сопровождалось хихиханием, улыбанием, музыкой. Вот этот лип, который являлся одним из самых жестких и жестоких надзирателей, комендантов, подвешивание за подбородок на крюк металлический – все сопровождалось включением музыки, чтобы это придавалось какое-то празднество всему моменту. Еще один из таких жестоких фактов, когда одного из провинившихся военнопленных привязали к столбу, вынесли ведро кипятка и ведро холодной воды и обливали кипятком, холодной водой кипятком, холодной водой, пока не обварилось тело до появления костей. Настолько жестко и жестоко относились к военнопленным, никак по-другому, как геноцид это не назовешь. Люди просто уничтожались. Ни о каком соблюдении международных норм никто даже не говорит. Казалось бы, свидетельств предостаточно. Кто же непосредственно виновен? Добиться этого не удалось на допросах после войны. Уроженец района Масюковщина Александр Ульяненков в поисках информации о своем пропавшем без вести Диде попал в немецкие архивы. На основании материалов издал несколько книг. Следы привели в архив города Людвигсбург. Это послевоенный уголовный архив, не связанный с вермахтом. Но там были уголовные дела касательно преступников Второй мировой войны. И нашлись большие папки, материалы. Собственно, это было несколько уголовных дел, которые в конце концов были объединены в одно большое уголовное дело с поиском свидетелей, в то время еще не обвиняемые. Да, собственно, они не стали обвиняемыми, они были только свидетелями. Примерно 20-30 человек нашлось из охранных подразделений и из самой комендатуры, из штата, шталага 352-го. Материалы были тоже очень шокирующие в том смысле, что все отрицали, естественно, все, никто ничего не помнил, все ссылались друг на друга, и поэтому через несколько лет после введения этих дел прокуратура закрыла эти дела все. Собственно, это было одно дело объединенное. Закрыло это дело за отсутствие мулик. Вот пример тех самых показаний. Бруно Минцель, бывшего инослужащей 12-й роты 354-го пехотного полка. Где-то в июле мы прибыли в Минск, где охраняли лагерь пленных. Мне стало известно, что среди заключенных производился сыск комиссаров, которые после того большей частью по утрам расстреливались. Минометный взвод, к которому я принадлежал, не привлекался ни к охране, ни к расстрелам. Кто отдавал приказ на проведение расстрелов, мне неизвестно. Фамилию командира батальона я не знаю. Однако дело суд человеческий, а другое божий. Считает протеерей Олег Концевич, настоятель Минского крестовоздвиженского храма. В возведенном у лагерного кладбища храме придает особое значение сохранению памяти о невинно убиенных. На территории прихода – музей подвига советских военнопленных. Узников Шталага 352. Это личные предметы быта, предметы гигиены тех военнопленных, которые там находились. Здесь и частички от газеты. Это вот самокрутка была. Покурили, бросили. Видите, почти 100 лет прошло, 80 лет, да, а она вот сохранилась. Это и жетоны, и свечи. Здесь то, что остывалось. Ложки. Вот штуки самодельные. Пули, гильзы. Колючая проволока, куски осталось. Это все оригинальное. Фрагменты строительных балок, досок, на которых они писали, пытаясь оставить в истории след о себе, какую-то память. Это все оригинальное. Это никакие не копии. В моменты разрушения старых построек были найдены и переданы поисковиками нам сюда, в музей. Конечно, это символ мужества, символ стойкости нашего народа, что мы дети, потомки тех героев, которые прошли это все, которые выжили и победили, которые свои жизни положили. Надо то, чтобы мы сейчас могли спокойно жить. И вот этот вот дух генетический, я думаю, что есть в нашем народе, остался. Его невозможно вытравить ни Кока-Колой, ни гамбургерами, ни чем-то другим. Не только советские воины томились в шталаге. После выхода Италии из гитлеровской коалиции и из войны, отказавшиеся продолжать борьбу на стороне Германии, попали в разряд интернированных. Из 749 тысяч 10 тысяч попали в Беларусь. Половина из них в шталаг 352. Судя по воспоминаниям выживших итальянских интернированных военных, совсем немного. А в самом лагере, в лазарете оставили всего лишь немцы 120 итальянцев, которые были больны малярией. Но были, опять же, известны случаи, когда тех, кого не собирались брать с собой, просто барак сжигался. Вместе с итальянскими интернированными военными, которых немцы очень сильно недолюбливали, как считали их предателями. Тех, кто с оружием в руках осенью 43-го выступил против нацистов. Один из них, Доминик Арзани, выжил и даже вернулся домой. А свои воспоминания о заключении он пронес через всю свою жизнь. Хотя рассказывал о них очень мало. Мой дед, Доминик Арзани, рассказывал. Жили в ужасных условиях, как и у советских людей. Он вспоминал утренние проверки на площади с лаем собак. Еще говорил, что возненавидел морковь и капусту, потому что похлебкой из них кормили заключенных на протяжении двух лет. Профессия механика не единожды помогла ему сохранить жизнь во всех лагерях, где он был. Практично немцы стремились извлечь пользу, подходили к людям утилитарно. Это жестокий подход. Мемориальный комплекс Масюковщина. Его возвели на месте кладбища для военнопленных. Здесь нашли свой последний приют те, кто умер в лагере «Шталак-352» в Масюковщине. От невыносимых условий содержания, которые создали оккупанты. В лагере «Шталак-352» оказались военнопленные со всего протяженного советско-германского фронта, протянувшегося от Ленинграда до Кавказа. По самым приблизительным подсчетам, здесь нашли упокоение более 80 тысяч советских военнопленных. То есть каждый десятый из более чем 810 тысяч военнопленных, погибших в лагерях и при пересылке за годы геноцида. Упокоили здесь и 1403 военнопленных, эксгумированных подразделением 52-го отдельного поискового батальона из братской могилы в прошлые годы. Найдут свое пристанище и те, кого обнаружили в этом году. На сегодняшний день известны имена более 14 600 погибших. Список пополняется. Память о них будет жить вечно. Белорусы не забыли свою историю. Знают ее и помнят. Как героическую, так и трагическую. Субтитры создавал DimaTorzok